Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Каждый пятый кировчанин пожаловался на падение доходов. Такие данные по итогам 2022 года приводит служба исследований Headhunter. Чаще всего падение уровня доходов отмечали в сфере автомобильного и гостиничного бизнеса, маркетинга и рекламы, а также в медицине и сфере продаж. Еще 40% опрошенных ответили, что их заработная плата в нынешнем году не изменилась. О росте доходов заявили 15% респондентов. В основном это были представители сферы добычи сырья, IT-специалисты, специалисты по закупкам, банковские служащие. В Кирове набирают на работу сотрудников из Ижевска. Договор с организацией «Фабрика кадров» заключил Киров пассажир автотранс. Стоимость услуг составила 1 миллион 200 тысяч рублей. За эти деньги ижевская компания обязуется закрыть нехватку кондукторов на линиях городского транспорта в Кирове. Работать кондукторы будут вахтовым методом за 257 рублей в час. При этом и зарплаты могут вычесть за нарушение дисциплинарных требований. Среди них курение в салоне автобусов, выход на работу в нетрезвом виде, нарушение финансовой дисциплины. Напомню, ранее сообщалось о простое новых автобусов, поступивших в город, так как на них некому работать. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Более 50 кировских предпринимателей получат от правительства области гранты на развитие своего дела. Общая сумма поддержки – порядка 25 миллионов рублей. Речь идет о молодых предпринимателях, а также тех, кто занимается социально ориентированным бизнесом. Предприниматели прошли обучение в центре «Мой бизнес» и участвовали в конкурсе. Победителями стали, к примеру, производители, специализирующиеся на изготовлении мебели, пошиве одежды, выращивании микрозелени. Предприниматели, не получившие грант, смогут рассчитывать на поддержку центра «Мой бизнес». Подробную информацию можно получить на сайте мойбизнес.дфиз43.рф Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.